Кат лицу неприкосновенное, по крайней мере, должно быть таковым. Но если этот вопрос был поднят главой государства на втором съезде адвокатов, значит, на деле все обстоит иначе. Неприкосновенность – это прежде всего гарантии, которые и создают благоприятные условия для эффективной работы адвоката, что означает, он не должен подвергаться необоснованным ограничениям со стороны сотрудников правоохранительных органов и других источников влияния. В нашу деятельность вмешивается очень много государственных органов. Кроме этого, значит, оказывается давление на адвокатов, создают препятствия для осуществления адвокатской деятельности. Необходимо, конечно, нести изменения в соответствующее законодательство, для того, чтобы гарантия была для адвокатов. И мы были уверены в том, что нас защищает закон. Вот это, конечно, для нас играет важную роль. Нападки, преследования, связанные с осуществлением своей профессиональной деятельности – вот с чем сегодня приходится сталкиваться адвокатам. Потому они должны быть защищены как законодательно, так и на практике. Президент Садыр Джапаров рассказал о том, что и ему самому без помощи адвокатов, и прежде всего их моральной поддержке, было бы тяжело выдержать всю тяжесть жерновов правосудия. АПЛОДИСМЕНТЫ Обратил внимание глава государства и на проблему коррупции. Она есть как в рядах адвокатов, так и в судебных, надзорных, правоохранительных органах. А это, естественно, стало главным препятствием для социально-экономического развития страны и источником социального напряжения в обществе. В последнее время тоже среди адвокатов есть дежурные адвокаты, которые могут быть соучастниками каких-либо иных незаконных, неправомерных действий. Но я думаю, не всех нужно туда относить. Это, скорее всего, из-за безысходности. Для этого что я могу порекомендовать? Я могу порекомендовать, чтобы многие адвокаты тоже должны повышать свою квалификацию, должны знать все свои права и обязанности, чтобы хорошо предоставлять грамотную юридическую консультацию, юридическую защиту для своих клиентов. Международное право устанавливает определенные обязанности государства. Обеспечить лицам, лишенным свободы, доступ к адвокату, например, или гарантированную помощь тем, у кого адвоката нет, причем бесплатно. Глава государства предложил увеличить размер вознаграждения адвокатов, работающих по механизму гарантированной государством юридической помощи.